Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на престиж 2006 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Иллюзия обмана 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Красные огни. 2011 года. Ученые-скептики Маргарет Мэттисон и ее ассистент Том Бакли занимаются разоблачением шарлатанов. Изучение паранормального приводит их к столкновению с давним противником доктора Мэттисон, человеком по имени Сильвер. Объявив о своем возвращении, Сильвер впервые за многие годы выступает перед широкой публикой. Знавшие экстрасенсы люди не забыли, что незадолго до добровольного ухода Сильвера со сцены таинственной смертью погиб основной критик ее деятельности. Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного спионажа. Они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи Кобба и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду в встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход, врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб. Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все. Шерлок Холмс, 2009 года. Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. Умный рыцарь, 2008 года. Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющий город. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восхитительным криминальным гением, известным испуханным горожанам под именем Джокер. Иллюзионист, 2006 года Вена, начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхамом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе, как волшебством. Слава о необыкновенном чародеи доходит до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхама. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Ее появление в зале дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое. Помни 2000 года. Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком Ягуаре, но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни – найти убийцу жены. Его проблема – редкая форма амнезии, потеря короткой памяти. Помняв все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!